Добрый день, уважаемые коллеги! Нам предстоит сейчас ознакомиться с программой физической культуры гимнастика 1-4 класс, созданной под редакцией Ирины Александровны Винер-Усмановой. Я хочу представить моего коллегу. Это мастер спорта международного класса, чемпионка мира, Европы Светлана Путинцева. Здравствуйте! Начнет наш вебинар директор Международной Академии Спорта Ирина Винер, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации Цыганкова Ольга Дмитриевна. Благодарю! Сейчас перед государством и обществом стоят задачи по созданию условий для систематических занятий физической культуры и спортом как можно большего количества людей в нашей стране. И в то же время взрослые, как говорит Ирина Александровна, вырастают из детей. Поэтому наша задача рассказать о том, как заниматься гимнастикой с детьми начальной школы, возраста в начальной школе. Одной из причин ухудшения здоровья подрастающего поколения является в том числе и наличие в федеральных образовательных стандартах в образовании, в которых не заложены результаты физического воспитания. Отсутствие межрозковой системы физической культуры, малоподвижный образ жизни, связанный в том числе, как ни странно, и с большим широким инновационным развитием наших технологий, с использованием детьми и молодежью гаджетов как средством регулярного общения между сверстниками. Между тем, физическая культура обладает бесконечным разнообразием научно обоснованных средств педагогического воздействия, которые позволяют решить проблему интегрального подхода к оздоровлению, к гармоничному развитию человека, к формированию культуры здорового образа жизни. Как показывает статистика заболевания остеохондрозом, количество людей, страдающим этим недугом, уступает только сердечно-сосудистым и онкологическим патологиям. Остеохондроз наблюдается почти у 90% населения. При этом доля поясничного отдела составляет 50%, шейного – 25%, грудного – 12%, крестцового – 13%. Статистика заболеваний позвоночника и других проблем опорно-двигательного аппарата показывает рост показателей на 30% каждые 10 лет. Статистика костных заболеваний связана с тем, что особенности нашего организма, которые помогали раньше выживать в правобытные времена, в современном мире действуют разрушающе. Перемещаясь от парты в школе до письменного стола дома, человек не дает жизненно необходимой нагрузки своему двигательному аппарату, и в результате происходит деградация. Ученые выяснили, что при остеопорозе в течение 5 месяцев заниматься спортом, если при остеопорозе заниматься спортом, то плотность костей организма увеличивается на 3,9%. Статистика очень страшная, некрасивая, и ее можно сравнивать со статистикой заболеваний в других странах. Например, в США заболевания, число пациентов по артриту, это 39-42 миллиона человек. В России таких пациентов около 17 миллионов человек. Артроз 21 миллион человек и полтора миллиона человек у нас в России. Почему я привожу эти цифры? Чтобы мы немножко задумались о том, что этого всего можно избежать. Избежать путем того, чтобы обучить детей с раннего возраста, с дошкольного даже возраста, правильному выполнению упражнений гимнастики, которые могут исправить физические недостатки, в том числе и родовые, и задать базу, которую бы потом человек использовал на протяжении всей своей жизни. И реализация задач поставлена государством сейчас о том, чтобы 55% населения занималось физической культурой и спортом, в принципе, легко решаема за короткий период времени, если мы вводим гимнастику, научно обоснованные программы гимнастики, учебный предмет, физическая культура. Возраст детей от рождения до 10 лет – это один из наиболее ответственных периодов жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека. В этом возрасте формируется и костная система. В этот период ребенок интенсивно растет и развивается, движение является его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. Значение гимнастики для детей дошкольного и младшего школьного возраста трудно переоценить. Важно научить ребенка ходить, бегать, прыгать, пользоваться разнообразными видами основных жизненно необходимых движений, овладевать гимнастическими танцевальными упражнениями, разнообразными подвижными играми, умением сохранять правильную осанку. Упражнения гимнастики укрепляют мускулатуру, обеспечивают подвижность суставов и прочный связь, повышают минутный выброс крови в сердце, увеличивают дыхательный объем легких, стимулируют обмен веществ, благотворно действуют на органы пищеварения и нервные системы, а также повышают сопротивляемость к простудным заболеваниям. В декабре 2018 года коллегии Министерства просвещения России утверждена концепция преподавания учебного предмета физическая культура, где в числе приоритетов в дошкольном и начальном образовании обучение упражнений гимнастики для развития гибкости, координации, моторики. Это принципиально новый подход к физическому воспитанию дошкольников и младших школьников в рамках образования, но он научно обоснован и апробирован. Министерство просвещения задает вектор здоровья формирующего и здоровья сберегающего образования, направленного на воспитание здоровых детей и формирование у них философии здорового образа жизни. Внедрение научно-образовательных, научно-обоснованных образовательных программ, учитывающих сенситивные периоды развития, один из важнейших инструментов, позволяющих обеспечить эффективное физическое развитие всех российских детей. Только недавно закончилось обсуждение новых федеральных образовательных стандартов. И на уровне начального образования большинством экспертного сообщества поддержан государственный образовательный стандарт, где основным направлением учебного предмета физическая культура в начальной школе является гимнастика. Дополнительным средством, как жизненно необходимый навык и средство закаливания, плавания, подойдя с научной точки зрения, ВГОСНО содержит раздел плавания только со второго класса, когда посредством гимнастики обучающиеся разовьют свои координационные способности. ВГОСНО, новый проект ВГОСНО содержит качественные результаты обучения на весь период начального образования и количественные результаты по окончанию начального образования. Это тоже новый подход, и это очень важно, поскольку каждый ребенок уникален, и динамику его физического развития в период обучения можно оценивать только по отношению к самому себе. Вместе с тем, каждый обучающийся сможет получить те навыки и умения, которые позволят выровнять позиции и представить компетенции, соответствующие итоговым результатам, заложенным в федеральном государственном образовательным стандартам начального образования. Важным, на мой взгляд, является то, что проект «Нового ВГОСНО» имеет разделы, к которым вы, уважаемые коллеги, уже привыкли. Это очень важно. Это знание о физической культуре, культуре, способы физкультурной деятельности, физическое совершенствование. И, как я уже сказала, результаты обучения представлены по годам. Важным для формирования организма ребенка является возраст до 12 лет. Именно в этом возрасте формируется костная система, основные физические качества и разбиваются способности, которые влияют на формирование здоровья. Это гибкость и координация. Закладываются здоровые привычки. Вспомните, как говорят врачи, если вы, стоя, с выпрямленными коленями, достаете ладошками до пола, то ваш биологический возраст – 18 лет. Если это расстояние менее 15 см, то 30 см, а если более, то вы глубокий старик. В этом возрасте средствами гимнастических упражнений можно снизить риски не только приобретенных, но и врожденных дефектов опорно-двигательного аппарата. Однако очень важно знать базовые упражнения гимнастики, которые необходимо выполнять регулярно, в определенной последовательности и с определенной техникой выполнения. И важно понимать, что не все упражнения гимнастики можно выполнять детям, у которых только к 12 годам формируется костная система. Важно также понимать, что упражнения на развитие силы в этом возрасте способствуют торможению роста, а фактор успешного развития выносливости формируется только к 14 годам. Таким образом, понимая, что мы должны учитывать сенситивные периоды развития, нам надо получить ответы на вопрос, какие педагогические приемы мы должны использовать для эффективного физического развития обучающихся начальной школы и стойкого формирования их здоровых привычек. В России богатая история развития гимнастики. Большой интерес гимнастики как к доступному средству физического развития и физического совершенствования, с одной стороны, и неудовлетворительные ее преподавания с другой стороны, побудили ученых в создании подлинно научной системы гимнастики в России. По поручению военного ведомства эту задачу решил русский ученый Петр Францевич Лесгов, чье имя носит ныне Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья в Санкт-Петербурге. Разработал свою систему, где основной целью физического образования поставил всестороннее гармоничное развитие личности, а не приобретение каких-либо навыков или достижения спортивных результатов. В действующих образовательных стандартах и в проекте нового гармоничное развитие личности также является основной целью. А современным продолжателем учения Петра Лесговта является российский ученый, доктор педагогических наук, профессор Ирина Александровна Вина Русманова. Образовательные программы под редакцией Ирины Александровны представлены с 2012 года. Учебно-методический комплект под редакцией Ирины Александровны Винер, выпущенный издательством «Просвещение», входит линейку школьных учебников, рекомендованных Министерством образования и науки России для использования в начальном образовании. Этому комплекту нет аналогов в мире. Рабочая программа под редакцией Ирины Александровны Винер «Физическая культура и гимнастика» дает ответы на вопросы предметных, метапредметных и личностных результатов обучения по программе. Обеспечивает методологическую часть. УМК также содержит методическое пособие для педагогов. Может быть, картинку вернуть, ту, которая показывает этот предмет. Вот, да, нет, левее. Еще одно. Еще одно. Вот вам видно будет, что содержит в себя учебно-методический комплект. УМК содержит методическое пособие для педагогов, где представлен тематический план, методики выполнения упражнений, педагогические приемы, ведение урока по теме. Учебник для обучающихся и методическое пособие для учителей наполнено слайдами с демонстрацией выполнения упражнений в динамике. На нашей презентации таких слайдов представлены, и вы можете их увидеть. Презентацию можно скачать, уважаемые коллеги, поэтому не беспокойтесь, если мы быстро листаем. Создан электронный учебник. Программа для начальной школы является преемственной программой дошкольного образования под редакцией Ирины Александровны Винер «Основы физического воспитания в дошкольном детстве». Сейчас создана и программа повышения квалификации. Она представлена как в виде очного обучения или очно-заочного обучения, и дистанционные программы. Программа дистанционная, она уникальна на сегодняшний день. Содержит 72 часа, в которой 18 часов. Это теория, где излагается концепция физического воспитания в государственной политике, где обсуждаются психофизические возможности ребенка этого возраста, где рассказывается о программе, как ее применять, показаны педагогические приемы воздействия. И 54 часа – это практика. Программа, записаться на программу можно на нашем сайте. А программа обучения проходит на базе образовательной платформы образования на русском, Института русского языка имени Пушкина. Для дополнительного образования, вы это видите на нашем слайде, есть программа, которая называется гармоничное развитие детей средствами гимнастики, которые включают несколько этапов, в числе которых и общая физическая и начальная подготовка детей от трех лет, и физическое совершенствование, после которой дети могут на предпрофессиональном и профессиональном уровне продолжить свои занятия в любом виде спорта. И все программы имеют сопровождение в виде программ повышения квалификации педагогов. Ну а сейчас я слово передаю Светлане Путинцевой, которая расскажет непосредственно про программу под редакцией Ирины Александровны Винер «Физическая культура. Гимнастика». Спасибо. В программе выделены следующие разделы «Знания о физической культуре, способы физкультурной деятельности и физическое совершенствование». В разделе «Знания о физической культуре» представлены общие понятия о физической культуре и ее базовой составляющей – гимнастики. Раздел «Способы физкультурной деятельности» раскрывает способы организации и проведения самостоятельных действий для общего развития физкультуры ребенка и регулярных занятий гимнастикой. Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, а также способа организации и проведения музыкально-ценических и музыкально-танцевальных игр и спортивных эстафет. В разделе «Физическое совершенствование» раскрывается физкультурно-оздоровительная и спортивно-оздоровительная деятельность, ориентированная на освоение гимнастических, акробатических упражнений, танцевальных шагов и основных элементов танцевальных движений, а также спортивных игр и эстафет. В этом разделе упражнения сгруппированы по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств, присущих данной возрастной категории детей гибкость, координация, быстрота. Такая структура позволяет учителю отбирать нужные физические упражнения. Сейчас будет несколько слайдов, которые демонстрируют эти упражнения. И объединять эти упражнения в различные комплексы. Планировать динамику нагрузок, обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств. Все это соответствует полувозрастным особенностям учащихся, степени освоенности имя этих упражнений, условиям проведения различных форм занятий, наличию спортивного инвентаря и оборудования. В данном слайде показана шведская стенка. В тематическом планировании отражены темы основных разделов программы и характеристики видов деятельности учащихся. Эти характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения содержания этого учебного курса. В программе освоение физических упражнений и способов двигательной деятельности сочетается с получением учащихся соответствующих знаний. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить темы по истории гимнастики, возникновения олимпийского движения, о соревнованиях, о роли гимнастических упражнений в физическом совершенствовании, о правилах личной гигиены, самоконтроле, профилактике травматизма на занятиях гимнастикой и другое. Формами организации занятий по данной программе являются уроки, которые состоят из разминки 7-10 минут. Основной части, посвященной общей специальной подготовке 10-20 минут в зависимости от возраста и заключительной части игры и спортивной эстафеты 28-15 минут в зависимости от длительности обучения. В первом полугодии первого класса рекомендуется удлинять игровую часть, используя возможности разучивания общеукрепляющих упражнений в игровой форме. Для более качественного освоения содержания программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа. с образовательно-познавательной, с образовательно-предметной и с образовательно-тренировочной направленностью. На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и умениям с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники физическая культура, которые касаются последовательности и технического исполнения упражнений, особенности выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых гимнастических упражнений, а также домашние задания. Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов гимнастии, включая хореографическую подготовку и освоение упражнений с предметами. На слайде показаны упражнения со скакалкой и перекат с мячом, колобок. На этих уроках учитель сообщает знания непосредственно во время освоения упражнений. Например, рассказывает о технике выполнения и освоения упражнений, о том, какие группы мышц задействованы при этом и так далее. Эти сведения позволяют учащимся осознанно разучивать и выполнять новые упражнения. Образные, занимательные названия упражнений помогают им запомнить последовательность и технику выполнения гимнастических упражнений. Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используют для развития основных физических качеств для данной возрастной категории и совершенствования техники выполнения упражнений. Такие уроки предусматривают формирование у школьников представления о влиянии гимнастических упражнений на развитие физических качеств, представления о физической нагрузке и ее влиянии на развитие основных систем организма. Также на этих уроках обучают способам контроля физической культуры, нагрузки и регулирования ее величины. В программе представлены требования к физической нагрузке, которые позволят учащимся в будущем самостоятельно контролировать и регулировать ее величину с учетом своей физической подготовленности и физического развития. Рекомендуется обращать внимание учащихся на порядок выполнения упражнений и умение объяснять то, как они влияют на развитие физических качеств. В первом классе при выполнении упражнений используют предмет «мягкая игрушка». Она позволит учащимся привыкнуть к использованию гимнастических предметов при выполнении упражнений. Почему в дошкольном и младшем школьном возрасте так важно систематически выполнять упражнения гимнастики? Это связано с психофизическими особенностями развития детского организма, которому необходимо помочь правильно формироваться. Как мы ранее говорили, костная система младшего школьника еще находится в стадии формирования. К 7 годам устанавливается шейная и грудная кривизна. Позвоночник обладает наибольшей подвижностью с 8-9 лет. Именно в этот период нередкие случаи нарушения осанки, плоскостопия и другие проблемы костно-мышечной системы. Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем школьном возрасте также еще не заканчивается полностью. Поэтому мелкие точные движения пальцами и кисти затруднительны и утомительны. В младшем школьном возрасте происходит нарастание мышечной массы, увеличивается мышечная сила. Скелетные мышцы ребенка существенно меняются, обеспечивая высокую подвижность и устойчивость к утомлению. Обучение техникой выполнения упражнений гимнастики, которые эффективно влияют на процессы формирования опорно-двигательного аппарата, укрепление мышечной массы, развитие гибкости, координации, моторики, дают возможность получить необходимые компетенции формирования, сохранения, реабилитации здоровья. Гимнастика – это базовая составляющая физической культуры, основа физических упражнений. Для гимнастики характерно, во-первых, решение конкретных образовательно-оздоровительных задач, во-вторых, возможность дифференцированного овладения техникой движения, что обеспечивает правильное и корректируемое, соответственно, условиям его выполнения. В-третьих, возможность избирательного воздействия настроения и функции организма человека. В-четвертых, отвлеченные формы движений, которые, придавая им стандартность, обеспечивают качественный контроль и оценку. Физическими упражнениями могут быть названы не все действия человека. Отличительным признаком физических упражнений является то, что они должны учить и развивать физически. Так, например, ходьба или бег не являются физическими упражнениями, если они выполнены неправильно, а физическим упражнением они будут тогда, когда нагрузка от их выполнения способствует улучшению физических возможностей и выполнены они правильно. Гимнастические упражнения – это основное средство физического воспитания, влияющее на интеллектуальное и психоэмоциональное и духовное развитие. Результатом полноценного использования физической культуры является психическое, физическое и социальное здоровье. Рекомендуется составлять учебный план с программой гимнастики, занимающей не менее 70% учебного времени при систематических занятиях не менее 3 учебных часов в неделю. Важно соблюдать тематический и поурочный план занятия по образовательной программе «Физическая культура гимнастика» под редакцией Ирины Александровны Винер. Достаточно легко программа вписывается в любой тематический план и любое расписание. Однако следует иметь в виду, что наибольший эффект от занятий гимнастика достигается при последовательном и регулярном занятии в течение определенного времени. Учебно-методический комплект «Физическая культура гимнастика» 1-4 класс под редакцией Ирины Александровны Винер, выпускаемый издательством «Просвещение», в полной мере обеспечивает потребность обучающихся и педагогов в методическом материале. Лучше всего использовать ОМК в полном комплекте, так как каждое издание дополняет друг друга. Так, например, в учебнике для детей техника выполнения описывается так, чтобы детям было понятно, а в методическом пособии для педагогов этот же материал преподносится профессиональным языком. Уникальная для сферы физической культуры онлайн-программа, дополнительная профессиональная программа повышения квалификаций, физическая культура, гимнастика, 1-4 класса, как мы уже отмечали, размещена на образовательном портале «Образование на русском» Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Программа включает теоретическую часть «18 часов», в которой представлена информация о принципах преподавания, изложенных в концепции физического воспитания, утвержденной на коллегии Министерства. Представлены основные положения теории физической культуры, философии олимпизма, истории гимнастики и ее роли в образовании. Освещены вопросы психофизического развития детей возрастной группы начальной группы, начальной школы. В практической части 54 часа представлены особенности методик проектирования и организации процесса учебного занятия, направленного на формирование гимнастических умений по материалам УМК «Базовый и углубленный уровень» с учетом техники безопасности и учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе их особых образовательных потребностей, а также примерный план проведения учебного занятия, рекомендации и примеры. Для контроля результатов используется тестирование по результатам прохождения разделов курса, видеодемонстрации, слушатели по освоению техник выполнения упражнений. Таким образом, наглядность, визуализация, качественный контроль позволяют педагогам понять нюансы преподавания гимнастики и эффективно использовать полученные знания при работе с детьми. Гимнастика, как уже мы говорили, нужна в любом возрасте. Программа «Методическое пособие учебник физическая культура гимнастика» можно использовать для обучения гимнастике как дошкольников, так и старшеклассников. Базовые упражнения доступны, при регулярном их использовании результат не заставит себя ждать. Уважаемые коллеги, мы все прекрасно понимаем, что при обучении в высших учебных заведениях, конечно же, вы изучали гимнастику. Поэтому мы лишь предлагаем вам тот учебный материал, те возможности повышения квалификации, которые напомнят вам о базовых принципах гимнастики для детей начальной школы. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, мы с большим удовольствием на них ответим.